мрак это не только волна отчаяния это волна страдания и ненависти здравствуйте подписчики здравствуйте зрители здравствуй пашэндис пальчик здравствуй димыч вагиныч с вами я кирилл женский и продолжение прохождения игры игры сериала так сказать resident evil 7 2 сезон 2 мать ее серия ну что же ну что же начали мы серию с такой приятный музыкой музыкой сэйврума сэйврума сэйврумной так скажем музыки что же что же что же в прошлой серии мы услышали дохера озвучки мы познакомились с семейством бейкеров так пока пока что только в начале познакомились больше всего мы познакомились джеком он нападал на нас мы его убили в гараже потом он уложил мы его опять убили и хуй его знает сколько раз он еще будет оживать народ я честно говоря не знаю мы также познакомились маргарет бейкер или с бабкой которая ее озвучивала джека озвучивал чиды до знаменитый чиды луиса озвучивал айтипедия да тот самый алексей шевцов айтипедия да им прям идеально вписывается волос лукаса бейкера да мы еще пока них не особо знаем о лукасе и маргарет а вот а джеки знаем дохуя также мы увидели шерифа помощника но его озвучивал получается виктор куза всего чуть-чуть его сразу же джек убил сука такая так что мы надвигаемся дальше мы открыли главный пол прошлый где где какого чудо пора ужинать так прокачу тебя с ветерком нет 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 блядь если ты не можешь я знаю что я не могу на что рассчитывать после всего что я что за думаешь что навредишь мне ничего не помню как отрезала а папа да ты не против если заберу маму ненадолго да не стой столбом сделаю что-нибудь я хотела тебе убираться ах 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 она ах 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 точка она ах ах грн ах пол ну нет тк ах Эй! Одна из них махят! Жаль! Жой! Подними жадницу! И марш домой! Потом поговорим! Хочешь, чтоб я его вылечил? Не могу помнить! Огоной все! Бля! Не то слово! Идем! Мей нас ждет! И смотрим, что там внутри. Такие дела. Мы должны все-таки выйти дальше и посмотреть, что нас ожидает. И что для нас подготовит, в принципе, эта семья Бейкеров. Мне очень понравилось. Ну, мне, автору, очень понравилась озвучка. Первые две серии даже для меня было такое себе. В плане озвучки именно. А вот эта серия прямо мне зашла. В плане озвучки я прямо угорал, да, чуть ли не до упаду. Особенно, когда Итан или Изи Лайф общался с Виктором Пул... Ой, с помощником Шерифа. Так же тут в телефоне мелькала Зои. Или Луньява, кем я ее озвучиваю. Вот, да, 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 да. Именно так. Ну что же, народ. Нам нужно сейчас добыть маятник, чтобы добыть вот, получается... А я не знаю, я осматривал в прошлый раз... Вот эту вот дверь с эмблемами трехглавого пса. Не помню. У меня пока ничего нет. Звонок. 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 В итоге никто не отвечает. Круто вообще. Ну что же, так же, как в прошлый раз. В прошлый раз я задержался. На 40 минут получилось. Вот. Поэтому такие дела. Да, народ. Надеюсь, вам понравилось представление каждой серии, которая мелькает. То есть трейлер такой. Я старался. Да, я делал. Не получилось в плане частоты кадров. Там почему-то на 30 fps. Хотя видео изначально было в 60 записано. Я не знаю почему так. Через Сунивегас потом обработал. И какая-то хуйня произошла. Не смог. Так что мне, в принципе, серия эта понравилась даже больше, чем предыдущие две первого сезона. Ну, вообще, в плане озвучки я так-то, по сути, не пересматривал полностью серию. Свою же. Я только смотрел озвучку. Вот такие дела. Просто я уже Resident Evil 7 перепроходил 150 раз. Поэтому мне это не особо, как бы, это важно. Так, у нас порог, кстати. Давайте попробуем его смешать. А мы его ни с чем не смешаем. Так, давайте достанем ножик, который нам дал помощник шерифа. И выбьем фигурку. Передумал. Передумал я, народ, надевать наушники. Просто с ними я не дотянусь до колонок. И тогда буду вот так вот постоянно башкой трястись. Как же на него дотянуться. Все, не будем стоять на месте. У меня просто много всяких слов, что можно сказать. Так, вот он дробовик. Но сразу вам говорю, если мы его возьмем, дверь закроется. И нужно будет положить его обратно. Найти нужно будет фальшивый дробовик. Фальшивый. Я уже не помню, говорил ли я об этом или не говорил. Также ключи. В общем, а-ля резидент и уладин. А-ля. Та самая а-ля. Да, а-ля, а-ля. Ключ скорпиона. Все по классике. Вот, кстати, маятник часов. Мы его добыли наконец-то. И тут у нас газета. Газета. Давайте посмотрим. Я не помню, читал я ее или не читал. А-а-а. Не помню. По-моему, я ее читал, эту газету. Я не помню, честно говоря. Тут у нас новое, нововведение, ну в смысле нововведение от Capcom в плане головоломок. Это вставить фигурку и, так сказать, оживить картину этой фигуркой. То есть просветлить. Хотя, возможно, в каких-то резидентах это головоломка подобная была. Я не помню. Но, по-моему, не было. Вот до седьмой части. И вот мы можем видеть тень. Тень главного героя. То есть мы его не можем увидеть, в принципе, в живую. В плане только кроме рубашки, там, рук, там, носа, все такого. Лицо мы его не можем увидеть. Но мы хотя бы видим его тень. И мы его можем увидеть в Яндекс картинках, только если и все. Так, ну что же. Будем искать, будем искать. Значит, давайте поднимемся на второй этаж. Много-много разглагольствую, но приходится. Приходится все разжевывать, потому что игра довольно-таки компактная, объемная. Миками, я не помню, Миками или Фабиано уже делал, в принципе, эту игру. Я уже не помню. Старались, короче, все это все делать. Это у нас, я сам забыл, какой звал. А, Эвелина. Эвелина, 2 мая, 2014 год. Ой, промолчу пока, что это такое. Так, у нас тут еще ключ змеи. То есть, вторая дверь, первая была ключ скорпиона, вторая ключ змеи. То есть, всего у нас хватает. И тут у нас есть небольшая подсказка, хотя она нам не нужна. Мы просто вставим маятник и все. А, и кошка. Смотрите на кошку и смотрите, в чем прикол. народ, смотрите. У меня точно такой же. У меня точно такой же котик черный. Венчик зовут. Точно такой же черный котик. Видите, вот. Как вот это картинки, точь-точь, блядь. Точно-точь. Да, блядь. Ну, просто черные коты, они более такие, спокойные такие все. Хотя мой, он пиздюг еще, он играться любит и прочие вся куня. Так, такие вот дела. В общем. Так, у нас тут еще какой-то шкаф забитый. И опять это бабка. Опять это бабка, которая была на кухне у бейкеров. И хуй его знает, что здесь вообще забыло. Мы не можем ничего с ним сделать. Тут у нас второй этаж. Ну, давайте сначала мы, наверное, спустимся вниз и... Блядь. Опять забыл режим полета поставить. Короче, спустимся вниз и вставим маятник. Наконец-то, блядь. Я опять обхожу. Какую помечу. Вставим... А, телефон. Опять телефон. Надеюсь, ты будешь говорить. Ты кто позвонил. Опять молчок. Да ты заебал, блин. Звонить уже. Как, 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 как говорил ЧД. Заебались своими донатами. Хе-хе-хе. Картина. Гора Арклай. Арклай, по-моему, это была гора в этой... В Резидента Валадин. Там была Арклай. Да, именно Арклай. Так. Нихерась он разломил тут все. По частям. Просто по частям. Так, тут у нас... Вот тут как раз мы эту бабку увидели. Вот именно здесь. Это столом. Давайте вставим маятник. И что-то нам за него дадут. Эту фигурку. Фигурка собаки белой. Мельхиноровый дерев в виде собачьей головы. Ну, то есть это просто вставка. Это один из ключей, так скажем. Тут даже у нас в цели написано. Найдите три собачьи головы и откройте дверь. Ну, одну мы уже нашли. Раздобудьте дробовик. Ну, само собой. Ну, какой Резидент без дробовиков? Ну, в любой части по-любому нам дают дробовик. Что в первый, что во второй. И причем во всех этих частях не сначала нам его давали, а в течение определенного времени народ. Да, именно в течение определенного времени. То же самое и здесь. И в пятой части так же. Во всех частях. Вот. Ну, четвертая, пятая топы, конечно. Вот единственная шестая часть такой себе в плане атмосферы. Блядь, я опять не туда пошел. Да что ж такое? Что ж такое творю, а? Нам не сюда, нам сюда. Да и не в телефон нам, а вставить одну из голов. Так, вставляем. Все, первую мы вставили. Это средняя. Теперь... Да ты закончишь звонить, ты же не отвечаешь. Блядь, хочу убить себя. Тебя ожидаемо шлют нахуй. Да правда, блядь, на полном серьезе, блядь. И вообще пошел ты в жопу. Как, блядь, при такой хуйне не хотеть умереть вообще? Замечательно просто. И это не просто так. Давай, блядь, своей жопой нахуй еще сломай что-нибудь. Сам иди нахуй. Пошел нахуй. Обосраться. Ты мразь. Нужно от тебя кое-что. Полизать. Хочешь ты, блин, чтобы он тебе полизал. Короче, не суть. Опять звонила Зоя и что-то говорила, что по поводу папочки. Но это намек, такой короткий намек, такой тонкий намечек такой. О том, что нихуя мы его не завалили. Несмотря на то, что он взорвался. Он там все застрелил сам себя, блядь. Он такой пидарас, короче, что ну хуй его убьешь с первого, со второго раза, даже с третьего. Тут это все не так просто. Это не первая, вторая часть. Тут вот мы на втором этаже сейчас. Так, тут подлагнуло, что-то просело. Локация прогружается. Вся хуйня. Так, тут шлем. Мне бы такой для велика не приходился. Конечно. Ну, кто его знает. Может и не приходился. Осматриваем. Это бейстбол, кстати народ, бейстбол. И опять змея. Ключ змеи, которого у нас нет. Да. Открытая дверь. Тут у нас боулинг. Ой, боулинг, твою мать. Тьфу ты. Ошибся бильярд и он заставлен. То есть походу сюда долгое время не заходили. Маргарита. Перемести мерзкого хиппи, которого мы поймали из зала в зону обработки. Какая-то записка что ли? Ну да, какая-то записка. Тут у них все прямо так расставлено. Так прям интересно. Опять кассета, опять очередная кассета. Это говорит о чем? О том, что озвучка будет в кассете прям целиком всей кассеты. Так, книга. Но не почитать нам ее дали, а что-то в ней внутри. Вторая голова собаки. Что-то как-то быстро, как-то прям очень подозрительно быстро мы уже две части нашли. Две части головы нашли. Прям очень быстро. Надо, наверное, сейчас бегать и сохраниться. Ну, вставить эту голову. Что у нас тут? О, трава. Отлично. Вставить, короче, эту голову и что-то сделать. Так, а там обратно лежим. Ну, надо смотреть. Вот лук. А, это не лукус. Мне кажется, это лукус. Вот такие дела. Так, что у нас здесь? Ничего. Так, тут дофига чего-то есть, по сути. Ванна. Спустим. Спустим. Вся у меня деревянная статуэтка. А, вот та статуэтка, которую нужно просветить. Да. Которой нужно просветить изображение. То есть, мы уже дофига чего находим. Патроны. Ну, само собой. Уже дофига чего, на самом деле, мы, народ, с вами находим. Неверная монета. Я уже даже забыл, что нам нужно уже сделать. Так, ну вот, значит, что мы, все, мы тут все осмотрели. Блядь. И тогда будешь пиздеть, понял? Извиняюсь за выражение. Дети, блин. Вот я об этом, блядь, и говорил. Блядь, вот ты, блядь, вот пиздец со своим донатом именно сейчас, блядь. Я вот об этом, вот, блядь, народ и говорил. То, что нихуя он, блядь, не умер. Да, блядь, иди нахуй, понятно. Блядь. Короче, спускаемся вниз, теперь он будет знамегнаться. Ну, это а-ля, а-ля Немезида. А-ля Немезида Resident Evil 3, да. Именно это. Тут нужно от него убегать. Вроде, как я понимаю, он не заходит в сейв-румы. Вроде не заходит. Я надеюсь, по крайней мере, на это. А может и заходит, кстати, не надо. Вот тебе, блядь, и папочка, блядь. То он взорвался, то ему проломило этой самой глиной, проломило его полностью в машине, когда мы ехали, разогнались и врезы, въебались. То он сам себя застрелил. И нихуя! Что-то, то есть, действительно какая-то хрень. Живучий. Живучий гантон, что могут сказать. Так, ну чё, давайте, наверное, сейчас у нас, значит, 100. Мы должны с вами сейчас разобраться. Кассету посмотреть. Это раз. Мы должны с вами вставить голову и вставить эту статуэтку. Вот. Ну, хуй он нам даст, что вставить. Давайте попробуем. Ну, сначала, наверное, сохранимся, чтобы потом не лохануться. Так-то, вы выберетесь из дома. Так, да-да-да, именно сюда. Половина уже записана. Так, сейчас посмотрим, что тут за хрень такая. Ну, он, по идее, резается в этом самом... Блядь, он нихуя не там. Он везде резается, скотина. А, вот. Он там. Блин. Теперь вот ещё его ждать, пока он... Пешком идти, скорее всего, чтобы он не услышал. Я не знаю, просто, как это объяснить. Я уже... А вот он, блядь. В лице. Ты же в курсе, что я тебя найду, да? А когда найду... Надо сюда, да. Здесь-то он не пролезет, я надеюсь. Ну, что ты, ушёл? Надеюсь, что да. А, да, похоже, он ушёл. Я надеюсь, я уже... Блядь. Я уже начинаю... Не спрячешься, мацан. Лучше не бежать, потому что я начинаю ссать. Всё-таки это ЧД, ой, то есть Джек. Вставляем голову. И идём в комнату просветления. Я не знаю, успеем ли мы что-то там просветить. Ну, в принципе, если мы встанем вот здесь, в принципе... А, мы не можем. У нас на тайминга нет. У нас нет тайминга, у нас тайминг маленький, короткий. Ладно, всё идём-то на второй этаж. Ну, то есть, так, показывает, что нельзя вставить в статуэтку. Я иду за тобой. Блядь. Бежим. Я щас обосрусь от страха. Аля Немезида, блядь. А вот он. Здрасте, как поживаете? Он не может сюда попасть. Да, он не может. Я начинаю. Ну, ты долбоёб, блядь. Блядь. Мне страшно. Я уже не могу даже комментировать, боюсь. Я просто настолько громко комментирую, что я боюсь его не услышать из-за своего голоса. Не, серьёзно, народ. Надо сделать ещё сохранение. Я что-то уже начинаю побаиваться. Сейчас наша цель, это попасть к кассете. И в кассету просмотреть. Я могу справиться со стояком. А со стояком... Блядь, да ты заебал уже. Стоять. Да пидарас ты, сука. Стоять. 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 Кассета. Давайте смотреть наконец-то запись. И озвучку заодно. Стоять. 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 Чё? У меня игра вылетела, походу. Ну почему никто поможет? Помочь не мог? Ну почему? Нахер вы сейчас бежите в грузу, если мы, сука, впятером, блядь. И тут один враг остался, блядь. Мы постоим рядом с грузом, но нахуй нам добивают врага, блядь. Пусть он убьёт нашего хила. Охерительная тактика, блядь. Чего я, блядь, ломал? Хуже унесёшь? Сейчас про уйди, блядь. Вообще она, она не поймает. Пиздец. Видеосъёмка за Мию, и за ней гонится Маргарет, её мать. Мы должны, собственно, убежать отсюда, от неё. Это Маргарет. И не попасться ей, потому что это страшно. И тут я буду озвучивать полностью все голоса, потому что это запись, как я и планировал. У нас ничего нету, мы не можем ничего сделать. Всё, да, мама? Это что ещё за голос? Наверное, Эвелины, скорее всего. Ну, в принципе, не такой сложный момент, насколько я помню. Тут просто нужно периодически прятаться от Маргарет. И всё. То есть, чего такого вполне сильно сложного нет? Ты уже у меня в печенке, в моей печенке сидишь, девка. Нужно спрятаться. Спрятаться. Зачем ты так со мной? Для что у меня всё это за то, что я накормила тебя и впустила свой дом? Блядь. Она не ушла. Странная ты какая-то. Это куда? Ну вот, теперь можем бежать. Капец. Это дом? Вот просветлённый момент. Мы сейчас ничего не можем сделать. Я не знаю, когда мне заговорить, чтобы она не заговорила вместе со мной, потому что я же это озвучивать буду. Я знаю, что вы, Зои, что-то замышляете. Думаешь, я не знаю про того парня Итана? Нет, 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 не подходи. А ну и стой, мелкая сучка! Ты ёбаная по-русски говори! Я твой даже язык не понимаю, ёбаная в рот! Понятно, блядь. Значит, не нужно в правую сторону идти. Наш только влево нужно оставаться. Понятно. Понятно, сейчас всё исправим. Мы тут ничего, в принципе, осматриваем. Но мы тут же, в принципе, и остались. Ничего, думаю, такого сложного нет. Я там видел больше, чем ты можешь сделать. Второй раз я переозвучивать это не буду. Второй раз. Ты просто не понимаешь, и... Вот, вращалка, вот специально для ахнемёта. Ну, я не знаю, мы не можем её взять. Это, наверное, специально нам показывают эту вращалку на будущее. Потому что, типа, в будущем мы за Итана здесь, скорее всего, её найдём и используем её для изготовления ахнемёта. Ну, я так думаю, по крайней мере. Ну, что вы, Зои, что-то замышляйте. Короче, мы не должны отсюда вообще двигаться, пока она не съебётся полностью. Мы не должны вообще двигаться, народ. То есть, вот она идёт, да, назад. И чтобы она не вернулась, ну, вот, дверь скрипнула, значит, вернётся, блядь. Она пойдёт вправо, в левую сторону. Мы должны сидеть здесь. И никуда не двигаться вообще. Нет, 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 не подходи. По-моему, она сюда не должна пойти. По крайней мере, я на это надеюсь. Просто молчим и надеемся на чудо. Всё, вот она. Вот она, получается, туда пошла. Мы возвращаемся назад. Просто бежим назад быстрее, как можно быстрее. Закрыта дверь, блядь. И тут закрыты. Твою мать, что делать? Всё, всё закрыто. Ждём, просто ждём. Мы пригласили тебя. Открыли наши сердца. И что же в ответ? Вот она ушла. Куда-то туда. Закрыта. Закрыта. Опять обратно, похоже, надо бежать. Я не знаю, сколько раз нужно туда-сюда... А вот, всё, нам доступна эта штука. Просветление. Вот мы первый раз просветливаем детали. Вот мы должны паука сделать цветным с помощью вот этой вот детали, короче. Чтобы он стал... Ну это, в принципе, не особо сложно первое время. Там просто нужно подбирать комбинации верные, чтобы в будущем сотворить, осветить, просветить вот эту вот фигурку. Так, ну что такое? Тут просто рандомно нужно передвигать и всё будет, я думаю так. Непонятно. А, вот, вот, пошёл. А, нет, нет, нет. Не то. Не то, мы сделали. А, вот, всё, теперь точно нашёл. Всё. Вот, собственно, так это работает, эта головоломка. Ну не такая сложная, тут минуты, в принципе, две-три повозиться и нормально, и всё. Ничего такого особо сложного нет. Просто идём туда внутрь и... Смотрим, что будет дальше, я помолчу. Чтобы не перебить озвучку. Так, всё, мы вышли, получается, обратно. Она же дверь-то заперла, скотина такая. Блядь. Хочу с тобой мы были семьёй. Блядь. Тебе всего лишь нужно принять её дар, блядь. Пиздец. Я не знаю, должна ли она здесь нас спалить или не должна, или... Я боюсь, честно. Мы любим тебя, понимаешь ты это? Просто идти пешком. Всё. Блядь. Ну всё, мы уже... Уже эта деталь от чего-то. А у нас ничего-то и нет, в принципе. И чё? Фанарик, как фанарик-то включает? Так, тут я уже не пойму, куда идти-то надо вообще, в принципе. Ничего не видно вообще. Надеюсь, я не застрял здесь вообще на веки-то вечные. Детали от чего... А, вот, наверное. Обращать. Непонятно. Пизду твою раздаю, что ли, блядь? Ещё с хуйю, блядь. Нет, 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 ну ёбаный потрёпанный, блядь. Ах ты бабка-то, блядь, скотина, блядь. Бабка, ах ты бабка, блядь. Вот я тебе... Ох ты бабка, чиде. Этипиди, я вас, блядь, найду, я вас... Вот такие дела, блядь. Ух вы, блядь, блин, дали жару, блин. Капец. Плохо себя ведёте, блин. В угол вас поставлю. Опять ожидаем, опять, парочку сотен веков, пока эта хуйня загрузится. И уже прошло полчаса, надо уже заканчивать, да. Ну, типа, нормально, в принципе, да, вот так по полчаса записывать. В принципе, что меньше, что больше, смысла нет, потому что... Ну, здесь только минут сорок, максимум. Вот. Потому что, ну, самое идеальное, это как раз-таки полчаса, я так считаю. Ну, вообще, я часто смотрю сериалы, которые идут минут по сорок-сорок пять, вот так. Поэтому, кажется, так лучше. Ладно, я, короче, вырезаю там всякую нюсть, потому что я уже долго жду. Поэтому чуть-чуть смочи палец, прежде чем сунуть его в жопу. Да быть не может, мы дождались загрузки минуты три, наверное, блядь. Ай, я уж думал, у меня игра зависла, то есть не зависла, а бесконечная загрузка началась. Я уж, блядь, обосрался, честно признаюсь. Народ, я уже реально уже обосрался, думал, капец, зависла, блядь. Так. Давайте, наверное, прочтем это. Ну, давайте тут осмотрим всю комнату и все, заканчиваем, короче. 2 ноября октября. Сообщают о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы установить, устранить последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может, Лукас не подсобит. 9 октября. Вода наконец-то сошла. Наш основной дом не пострадал, а вот старый дом сильно поврежден. Лукас все не уймется насчет большого корабля, который выбросило в проток реки. Если это правда, надо бы сообщить вокруг. Завтра пойду и сам посмотрю. Наверное, это, скорее всего, Джек. Джек записывает. Так, что тут еще есть? Нам этот Джек, блядь, не дал ничего смотреть. Блядь, и он жив! Да, он жив! Блядь, херово. Мне понравилась кассета, вот этого кассета. Опять ключ надо добыть. Тут предмет какой-то лежит. Опять та бабка сидит. Непонятно, блин. Мне понравилась эта запись, где Мия убегала от Маргарет. Вот. Мне прямо это зашло. Даже довольно-таки сильно зашло. Надеюсь, вам понравится озвучка. И прочее. Так. Маргарита. Перемести местского хиппи, которого мы поймали из зала в зону обработки. Хиппи. Это что за хиппи? Итан же не хиппи, по-моему. Ну да ладно. Так. И у нас здесь теперь мы сможем просветить фигурку, собственно. Ну что же, друзья. На этом надо уже заканчивать. Мы в следующей серии должны с вами, получается, выложить кассету в сейв-рум, в сундук, чтобы она не мешалась. В слотах мы должны с вами просветить вот эту вот статуэточку. Вот эту вот. И дальше уже будет видно, скорее всего, нам дадут какой-то ключ, какой-то предмет. И будем двигаться, собственно, вперед. Вот. Ну что же, народ. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, тоже лайки ставьте. Похуй. Короче. Вот. Надеюсь, вам понравилась новая озвучка. В этой серии, если я не ошибаюсь, ее было не так много, как в прошлой серии. Но она была в записях и в кат-сценках. Все. Это была Resident Evil 7, второй сезон, вторая серия. И, разумеется, это далеко не финал. Еще будет и третья, четвертая и далее серии. Как я уже говорил, второй сезон ожидается самым большим среди всех сезонов Resident Evil 7 моего игр и сериала. Ну что же, народ. Все. С вами был Кирилл Женский. Всем я желаю вам удачи. Всем пока. Увидимся в следующей мать ее серии. Resident Evil 7.